Святой праведный Финиес жил за полторы тысячи лет до Рождества Христова, был внуком первосвященника Аарона и сыном первосвященника Елеазара. Финиес тоже был священником и ревностно исполнял свое служение. Когда израильтяне, выведенные пророком Моисеем из Египта, были уже близки к земле обетованной, их соседи, маавитине и мадианитяне, исполнились зависти и страха. Народы эти, отличавшиеся своим нечестием, вовлекли чародейством израильтян в нечестивое и мерзкое служение своему Богу, Ваал Фигору. Бог наказал иудеев за отступничество, и они тысячами умирали от моровой язвы. Многие, видя гнев Божий, вразумились и обратились к покаянию. В это время некто Замври, начальник Колена Симеонова, на глазах Моисея и всего общества, привел мадианитянку в стан еврейский и повел в свой шатер. Тогда Финиес, исполнившись гнева на соблазнителя народа, вошел в его шатер и поразил копьем его и мадианитянку. И сказал Господь Моисею, Финиес отвратил ярость мою от сынов израилевых, возревновав по мне среди их. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов израилевых. После этого праведный Финиес по повелению Божьему во главе израильского войска ходил на омовитен и наказал их за нечестие и коварство. После смерти первосвященника Елиазара, святой Финиес был единодушно избран первосвященником. Первосвященство по обетованию Божьему продолжалось и в его потомстве. Святой Финиес скончался в глубокой старости. 25 марта. День памяти праведного Финиеса, первосвященника израильского. Субтитры создавал DimaTorzok